Всем привет! Заявление о скором выпуске Lada Duster и Logan оказалось поспешным, так как сказать, не мешки ворочать. Выпуск нового москвича в этом году, как вы понимаете, тоже фантастика. Но перед тем как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас, за это в конце с меня не смешной анекдот. Демонтаж оборудования для сборки кроссоверов Duster на бывшем заводе Renault Россия и перенос с настройкой его в Тольятти займет как минимум два года. Директор производства шасси на Автовазе Аркадий Глазунов сообщил, что сам процесс переноса конвейера требует очень больших технологических и финансовых затрат. В связи с этим решение о запуске производства Duster и Logan на Автовазе может быть и отменено. Также стало известно, что кроссовер Duster, скорее всего, может лишиться 1,6-литрового двигателя. Этот агрегат невозможно полностью локализовать. Вместо этого Автоваз планирует оснастить локализованный Duster 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179. Но Duster с двигателем ВАЗ – это тот же заброшенный X-Ray, вот пусть его и продолжают делать. Я считаю, что не будет никаких Lada Duster, Logan, Sandero и Lada Gelendwagen тоже не будет. У Lada скорее всего остались только старая Niva и Гранта в упрощенной комплектации. А пока власти заявляют, что в ближайшие месяцы Автоваз наладит производство Duster и Logan под маркой Lada, заводы стоят. Оборудование и комплектующие из бывшего предприятия Renault Russia в Москве якобы уже отгружаются на Тольятинскую площадку. Нам остается только наблюдать, что дальше они будут делать с этим оборудованием, кто его настроит и откуда возьмутся комплектующие для Duster и Logan, не говоря уже про Весту, Гранту и Ниву. Мне кажется, что французы удивятся, когда вернутся обратно и увидят карбюраторные Duster на 13-х колесах. Сегодня антикризисную Гранту оценивал новый президент Автоваза Максим Соколов в рамках его визита в научно-технический центр. Голая Lada Granta сейчас проходит сертифицированные испытания. В данной модификации модели применяется минимальное количество электроники и зарубежных компонентов. Автомобиль лишился подушки безопасности, блока ERA GLONASS, систем ABS и ESP. Что касается мотора, то он адаптирован под экологический класс Euro 2. Ну и обещанная мною шутка юмора. Папа, а что означает Euro 0 на наших российских машинах? В них нет ни одной детали из Европы. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Когда появятся дешевые лады? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, что доброта это то, что должно быть в каждом из нас. Берегите это качество и делитесь им с окружающими. Оно способно творить чудеса.